Это стена. Она может защитить от врагов. Но может и разделить с друзьями. По стене можно высоко подняться. Но с неё больно падать. Стена может быть тупиком. Но тогда где-то рядом точно должен быть выход. Известно одно. Но, чтобы покорить стену, нужно быть настоящим героем. Есть! Поехали. Добрый вечер, страна! Я Андрей Малахов, и я приглашаю вас на новое шоу, где только хорошие люди могут получить очень хорошие деньги. В эфире телеканала «Россия» проект «Стена». Мы верим, что по-настоящему добрый поступок должен быть вознаграждён. Поэтому в нашей студии шанс выиграть почти 60 миллионов рублей получают те, кто совершил в своей жизни настоящий подвиг. Защитил слабого, помог ближнему. У всех наших героев есть шанс получить деньги на исполнение своей мечты. И от новой жизни их отделяет только стена. Встречайте тех, кто сегодня отправится на её штурм. Алексей и Ксения Умурбаевы. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну что, добрый вечер! Сегодня вам выпал шанс стать миллионерами. Но прежде чем вы отправитесь покорять стену, давайте расскажем нашим зрителям, чем вы заслужили такую возможность. Я работаю риэлтором. В тот день мне была назначена встреча по этому адресу. Я приехал, поставил машину. В этот момент произошёл взрыв. Жильё пенсионеров накануне вечером стало эпицентром взрыва. Покинуть горящую однушку старикам помог случайный прохожий. Зашёл на первый этаж, увидел, что входная дверь была вынесена к взрывам газа. Было очень много дыма, очень много огня. Я закутался в пухови, натянул шарку. Увидел пожилого человека, он уже стоял на коленях. Видимо, ему уже не хватало кислорода. Я его вытащил на улицу. Решил вернуться, потому что я слышал сильные стоны. И понял, что в квартире кто-то остался. Я очень переживала. У нас у ребёнка через день должен был быть день рождения. Договаривали, что Лёша должен приехать пораньше. Он не просто не приезжал ещё и не брал трубку. В какой-то момент ребёнок вышел из-под контроля. Она начала плакать. Внутри было какое-то неприятное ощущение, что что-то вот произошло. Даже кот переживал. Он просто не находил себе места. Я увидел, как на диване сидит пожилая женщина полностью в огне. Я вошёл в ступор, потому что ситуация достаточно сложная для меня. Я не знал, как действовать на самом деле. Сбил пламя, взял её на руки и вытащил через первый этаж. После этого я услышал, что кто-то просит помощи на третьем этаже. Поднялся туда на последнем издыхании, потому что кислорода всё не хватало. В меня вцепилась девушка. И эту девушку я тоже вытащил на улицу. Но когда я её вытаскивал, мы на первом этаже на улице уже упали оба. Потому что у меня закончились силы. И я на момент потерял сознание. Когда Лёша приехал домой, первым делом мои эмоции были, конечно же, да как так, ты о нас совсем не думаешь. При всём при этом я могу сказать, что он во всём такой. Для нашей семьи это означает, что мы находимся как за каменной стеной. Я однозначно верю в высшие силы, в магию в том числе. И я уверен, что всё это свыше мне помогло в этой ситуации. Я надеюсь, мы выиграем какую-то кругленькую сумму. Будем надеяться на свой интеллект, на магию в том числе. Часть денежных средств мы потратим на благотворительность, что там останется на веселительное мероприятие. Да, веселительная ипотека. Да. Алексей, вы настоящий герой, и эти аплодисменты, безусловно, ваши. Вы пример, действительно, для всех наших зрителей. Эти люди, которых вы спасли, они сказали вам когда-нибудь спасибо? Не знаю, поставили вас в России. Они сказали спасибо их родственнике. Пожилая женщина, она была ветераном, более 90 лет. Они оба пенсионеры. Она погибла от ожогов. Вот. Он, узнав о её смерти, через неделю тоже ушёл из жизни. Сердце остановилось. Но мне кажется, вы сегодня здесь, и я верю, что вселенная должна вам сказать спасибо за ваш поступок. А скажите мне, Ксения, кто вам рассказал о том, что ваш муж совершил такой героический поступок? Рассказал он сам. Когда муж приехал домой, я увидела, что у него буквально одежда, ну, вся в пепле. Ну, грубо говоря, это без слов было всё понятно, что муж, так скажем, в очередной раз. Огонь, вода, медные трубы. Он у вас такой? Он такой. Для себя я знаю, что это тот человек, за которым я и моя семья как за каменной стеной. Ну что, вы за каменной стеной? А вы сейчас перед нашей стеной. И давайте я вас познакомлю, прежде чем вы отправитесь на её штурм, как она устроена. Наверху расположены семь стартовых позиций. Внизу вы видите ячейки. На них указаны денежные суммы. С каждым раундом суммы будут всё больше. В эти ячейки со стартовых позиций падают шары. Шары подчиняются только силе притяжения и воле случая. Я думаю, вы видите, что самая дорогая ячейка – это 125 тысяч рублей. Но ближе к концу игры её стоимость вырастет до 5 миллионов рублей. Пока у вас на счету 0 рублей, и вам нужно заработать стартовый капитал, чтобы двигаться вперёд. Итак, мы начинаем первый раунд, который называется «Свободное падение». Итак, на данный момент ваш игровой бюджет равен нулю. И если до конца первого раунда вы так ничего не заработаете, то игра для вас закончится. Впереди вас ждут 5 вопросов. На каждый из них есть два варианта ответа. Я прочитаю вам вопрос. И как только я начну озвучивать варианты ответов, шары полетят вниз. Ваша задача – дать ответ раньше, чем первый шар пересечёт линию перед ячейками. Если вы отвечаете правильно, шары становятся зелёными, и вы получаете сумму, которая указана на ячейке, в которую попал шар. Если же ответ будет неверным или поступит слишком поздно, шары станут красными, и вы потеряете ту же сумму. Главное, чтобы к концу первого раунда на вашем счету были хотя бы 100 рублей. Я думаю, там будет гораздо больше. Вы готовы? Конечно. Итак, раунд «Свободное падение» – первый вопрос. Сколько лепестков у счастливого цветка сирени, исполняющего желание? А4, Б5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Жми, 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 жми. Вы дали ответ, шары ещё продолжают катиться. И вау! С первого же раза 175 тысяч рублей. Для того, чтобы узнать, какого цвета станут шары, мы должны спросить у стены, правильные ли мы получили ответ. 175 тысяч рублей становятся вашими счастливыми. Сосонём. Расскажите мне, как вы познакомились? Мы познакомились примерно так же. В такой же атмосфере. Она была крупье, а я был игроком. Она посмотрела на меня, я растаял. Сделал так, чтобы мой номер телефона попал в её руки, и она позвонила мне. Невероятная история. Я даже боюсь спросить, что было дальше и выиграл ли ты тот вечер. Давайте перейдём ко второму вопросу и потом продолжим вашу удивительную историю. Итак, вопрос номер два. В каком игровом амплуа прославился легендарный футболист Лев Яшин? А. Нападающий Б. Вратарь. Игровой амплуа. И кто он? Вратарь. Вратарь? Так, 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 так. Вау! 225 тысяч 100 рублей. Итак, вы утверждаете, что Лев Яшин прославился как... Как вратарь? Да. Стена. Правильный ли это ответ? А. Нападающий Б. Вратарь. Лучший вратарь 20 века, Лев Яшин, приносит вам удачу. И у вас в бюджете 400 тысяч 100 рублей. И это всего лишь два вопроса. Двигаемся дальше. Третий вопрос. Внимание, вопрос. Кто из парочки закадычных друзей Амура и Тимура козел? А. Тимур. Б. Амур. Тимур, Тимур, Тимур. Тимур козел. Вау! 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 225... 226 тысяч. Итак, давайте спросим у стены, правда ли, что... Козел ли Тимур стена? Да. И это правильный ответ. И после трех вопросов первого раунда у вас... 2626 тысяч 100 рублей. А. Вау! Ну что, и прежде всем я объявлю четвертый вопрос. Сколько вы встречались до того момента, пока тебе не сделали предложение? Толго! Да, и за пять минут до предложения, понимаете, это было в Турции, на пятом этаже отеля, балкон. Все располагает к тому, что, как бы, ну, должно быть, последовать предложение. И происходит следующее. Она мне говорит, почему ты на меня не женишься? Слушайте, пришлось ускорить этот момент. То есть ты почувствовала. Давайте почувствуем наш следующий вопрос. Как португальцы назвали китайских чиновников? А. Помидор. Б. Мандарин. Мандарин, наверное. Вы успели дать ответ раньше, чем шары пересекли линию. И опять фантастическая сумма. Сто семьдесят пять тысяч сто рублей. Обалдеть. А теперь главное узнать, как португальцы называли китайских чиновников. Мандарин. Давайте спросим у стены, так ли это. Что? Восемьсот одна тысяча двести рублей у вас на счету. Я радуюсь, что такие замечательные люди, такая прекрасная пара, как вы, смогут воплотить свои мечты. Кстати, о мечтах. На что вы потратите деньги сегодня? Ведь в шоу, как вы знаете, можно выиграть до шестидесяти миллионов рублей. На что мы потратим? Ну, однозначно, это, наверное, путешествие, да, любимая? Да. Ипотека. Ипотека. Мы, наверное, обкатаем Европу, Куба, Куба, Мексика, Камчатка, Гейзеры, Крым. Амурские тигры. И амурские тигры. И козел Тимур. Ну что, пятый вопрос. Внимание на экран. В каком сериале актриса Мария Порошина сыграла роль Ольги Громовой? А. Всегда говори всегда. Б. По горячим следам. Ну, просто-то. По горячим следам. Я не знала. Я не знала. Ну и пойдет. Ваша версия? Я уже забыл. Всегда говори всегда. Да, совершенно верно. Ну, мы так и сказали. На кону 50 тысяч 200, которые либо прибавятся к вашему бюджету, либо отнимутся у вас. Ну что, давайте спросим у стены, правильный ли это ответ. Да. Пять из пяти. Браво. Восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста рублей. Эта сумма становится для вас гарантированной. Во втором и третьем раунде вы сможете выиграть гораздо больше. Или, напротив, проиграть все. Но эта сумма останется с вами до финала, где один из вас примет судьбоносное решение. Согласиться на то, что есть, или рискнуть и попробовать сорвать курш. Стена может быть удивительно щедрой, как мы видим это, но уже через пару минут лишить всего, что вы заработали. Чтобы забрать ее миллионы, вам нужно быть одной командой, но при этом разделиться. Один из вас останется здесь, чтобы с помощью интуиции и везения делать ставки. Второй должен выигрывать эти ставки с помощью своей логики, эрудиции. Но делать это он будет в специальной изолированной студии, которую мы называем комнатой тишины. Итак, кто отправится из вас в комнату тишины, а кто останется здесь в студии? Ну, мы сделали этот выбор. Пойдет Ксения в комнату тишины. Вот. Потому что ее уровень зашкаливает. Я уж точно это не вытяну. Провожайте друг друга, я отвернусь. Дорогая, соберись, что бы ни случилось, ты знай, что я с тобой, я в тебе уверен, будет тяжело на расстоянии, но наша любовь все победит. Я люблю тебя. Удачи. В комнате тишины Ксения не видит и не слышит нас. Она не будет знать ничего, что происходит здесь в студии. Она уже не знает о том, что в следующем раунде семья Умурбаевых одним попаданием сможет заработать больше миллиона рублей. Ксения. Получится ли у Алексея и Ксении покорить стену? Мы узнаем прямо сейчас в эфире телеканала «Россия». Проект «Стена». Это телеканал «Россия» и это «Стена». Шоу, где только хорошие люди получают хорошие деньги. Сегодня с нами играет чета Умурбаевых. Алексей, который находится здесь в студии, А вот Ксения находится в комнате тишины. Алексей, Ксения не может нас слышать и видеть, но я думаю, что может почувствовать, как тогда в казино, что вы верите в нее и посылаете ей свою положительную энергию. Правильно. Скажите мне, а кто вас поддерживает здесь сегодня? Моя любимая мама и моя дочь Софья. Мама Лариса. Лариса и Софья, приветствуем вас. Нам тоже потребуется ваша энергия для того, чтобы у нас все получилось. У меня есть хорошая новость и для вас, и для Софьи, и для вашей любимой мамы. Ставки в игре выросли. И теперь вы видите, что самая дорогая ячейка может принести вам 1 миллион 250 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вот что ждет нас во втором раунде. У вас есть 7 шаров. 2 зеленых. С помощью этих шаров можно получить деньги. 2 красных. Они деньги напротив отнимают. И 3 белых, которые станут либо зелеными, либо красными, в зависимости от ответов Ксении. Итак, начнем с того, что любят все люди на земле. Будем зарабатывать деньги. Вы можете просто так безвозмездно получить любую сумму денег, вплоть до 2,5 миллионов рублей. Для этого вам нужно отправить на стену 2 зеленых шара. Только помните о том, что в конце раунда именно с этих же позиций вниз полетят 2 красных шара. На какие позиции вы хотите разместить зеленые шары? Первая позиция – это будет цифра 7. Она любит удачливых. У моего товарища тоже любимая цифра 7. Это Женя. На его машине тоже цифра 7. Он очень фартовый. Я думаю, что это мне поможет. Вторая позиция – цифра 3. Моей дочери 3,5 года. Бог любит троицу. Я был троечником. Вот поэтому цифра 3. Напомню, что у вас на счету уже солидная сумма – 851 400 рублей. И сейчас она увеличится. А вот на сколько скажет нам стена. Вы готовы? Да, я готов. Тогда поехали! Правее, 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 ты любимый. Давай, 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 давай. Ты мне нужен, ты мне нужен. Ты, 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 ты. Миллион триста семьдесят пять тысяч. Два миллиона двести двадцать шесть тысяч. Четыреста рублей. Я прошу заметить, цифра 7. Друг фартовый. Женя, мы должны с вами познакомиться, мне кажется. С зелеными шарами вы справились великолепно. Теперь пришло время поменять цвет белых шаров. И вот каким образом вы можете это сделать. Сначала стена задаст вопрос. Мы с вами вопрос этот не увидим, зато сможем увидеть варианты ответа на него. И предположить, сможет ли справиться с этим заданием Ксения или нет. Если вы уверены в супруге, вы можете смело ставить шары на позиции пять, шесть и семь. Именно оттуда чаще всего они попадают в ячейки с большими суммами. Если же вы хотите сыграть более аккуратно, выбирайте для шаров позицию с первой по четвертую. После того, как вы определитесь с позицией, стена откроет вопрос и для нас, и для Ксении. Если Ксения ответит верно, белые шары станут зелеными и принесут вам деньги. Если же Ксения ошибется, вниз полетят красные шары. Ну что, есть какой-то ритуал? Может быть, цветок сирени из пяти лепестков или... Я к ритуалу вообще отношусь хорошо. Далеко-далеко в Башкирии, в Болтачевском районе, моя бабушка сходила с утра на родник, пошепталась с высшими силами. Я думаю, что это должно мне помочь, потому что это моя любимая, единственная бабушка. Как ее зовут? Ее зовут Римма. Бабушка Римма верит и в Алексея, и в Ксению. Давайте посмотрим варианты ответа на первый вопрос. Вы были где-нибудь из этих стран? Нет, не был. Хотите? Однозначно, да. С двумя миллионами можно посетить все три страны прямо в круиз. Любимая моя. Мне кажется, ты должна справиться с этим вопросом. Итак, мы должны принять решение и установить шар на одной из позиций. Это будет цифра 4. Покажите нам вопрос. На королевском гербе именно этого европейского государства изображен слон. Дания, Швеция, Норвегия. Ой-ой-ой, Дания, Дания, в Дании есть слоны. Откуда же там слоны? Дорогой, ты знаешь? Нет. В Норвегии точно нет слонов. Ни один флаг, не помню, как выглядит. Нам нужен герб. Мне что-то подсказывает, что это Швеция. Правильно? Швеция? Не могу сказать любимая. Швеция. Швеция. Б. Итак, ваша супруга уверена, что именно шведский герб каким-то образом вмещает в себя слона. Итак, скажи, стена, правильный ли это ответ? К сожалению, нет правильный ответ Дании. Осталось узнать, в какую ячейку он упадет. Поэтому сейчас, мне кажется, что мы должны приложить все наши мысли для того, чтобы это была ячейка, где написано 100 рублей. Вы верите, что этим можно управлять? Я однозначно уверен. Поехали. Милый, красный, вот в эту точку, вот в эту, вот в эту, дорогой. Вот сюда. Можно я буду называть вас оповелитель шаров? Повелитель Колобков. Повелитель Колобков, да. 2 миллиона 226 тысяч 300 рублей. На первый вопрос Ксения ответила неверно, но красный шар упал на 100 рублей. Будем надеяться, что со вторым вопросом она справится. Покажите нам варианты ответа на него. Внимание. Кто из них не богатырь? Или кто из них спал на печи? Да. Я боюсь рисковать в этот момент. Я думаю, что мы, наверное, повторим цифру 4. У меня есть для вас предложение удвоить ставку и разместить два шара. В два раза больше шансов на выигрыш, но и риск тоже удваивается. Нет, Андрей, один шар. Итак, очередной Колобок отправляется на оппозицию номер 4. И давайте посмотрим вопрос. Какой русский богатырь отомстил монголо-татарскому войску за разорение Рязани? Илья Муромец, Светогор, Евпатий Калаврат. Какой русский богатырь отомстил монголо-татарскому войску? Уф, дорогой. Я знаю, я чувствую тебя тоже сейчас тяжело, как и мне. А мне еще тяжелее. Соня не смотрели мы с тобой еще эти мультики. Почему-то Евпатий вообще мне не близок. Либо Светогор, либо Илья Муромец. Мне кажется, это Илья Муромец. Что-то мне почему-то, опять же, на вариант Б... Да, выберу Светогор. Б, Светогор. Я даже не знаю. Ксения считает, что правильный ответ это Б, Светогор. Монголо-татарскому войску за разорение Рязани отомстил... Евпатий Калаврат. Да. Это значит, что красный шар прямо сейчас сорвется вниз. Давайте будем им управлять. Поехали. Миллион двести пятьдесят тысяч сейчас мы вычитаем из вашего бюджета. И там остается девятьсот семьдесят шесть тысяч триста рублей. Но это все еще очень и очень хорошая сумма. Расстроен? Очень. Ну, послушай, еще целая игра впереди, еще третий раунд, там будут еще больше цифры, поэтому... Ну, а почему Калаврат? Мы даже не думали, что это он. Надо перечитать историю. А ты как вообще успокаивался, когда проигрывал в казино? Я шел еще раз. Еще, еще. Потому что без казино уже жизни не было. Ну, слава богу, это все запретили у нас. Теперь у меня одно увлечение, это моя дочь. Слава богу. Ну что, давай перейдем к третьему вопросу, а вернее, к ответам на третий вопрос, который мы увидим. Внимание. А. Ростов-на-Дону. Б. Волгоград. С. Краснодар. Вопрос, наверное, связан с какой-нибудь рекой. С рекой, я думаю, она справится. А вообще, в целом, с географией у моей любимой не очень хорошо. Вот, будем надеяться на ее интуицию. Это будет цифра шесть. Вы готовы рисковать? И это похвально. Но я предлагаю вам тогда рисковать еще сильнее. В надежде на выигрыш я предлагаю вам утроить количество шаров. И разместить не один, а три шара на позиции. Разместим три шара, Андрей. И сразу три шара отправляются на позицию номер шесть. Шары на позиции, ставки высоки. И давайте озвучим вопрос. В каком городе России театр был построен в форме трактора? Ростов-на-Дону. Волгоград. Краснодар. Боже ты мой, что нас с трактором может связывать? Краснодар. Ростов-на-Дону. Сельское хозяйство развито в Краснодаре. Трактор – это сельское хозяйство. Краснодар. В Минске у нас что-то делают. Это Белоруссия. В Минске делают тракторы, да. Честно, не знаю. А, ну, кстати говоря, Краснодар. Краснодар, Краснодар. Там поля, там пашут. Да, да, Краснодар. Ну-ка, опять Ростов-на-Дону. Там тоже поля, там тоже много пашут. Что-то мне подсказывает, что Краснодар все-таки ближе к этой теме. Любимая, ну, спасибо. Хотя бы у нас одно общее мнение. Театр в форме трактора. Был построен в Ростове-на-Дону. На третий вопрос второго раунда Ксения ответила неверно. Между тем, вы рисковали и поставили три шара на шестую позицию. Прямо под этой позицией находится самая дорогая ячейка этого раунда. Один миллион двести пятьдесят тысяч. Сейчас мы можем потерять все. Три по сто. Меня устроит. Скажите то самое слово, которое говорил Гагарин. Поехали! Пожалуйста, соточки, ребята, соточки. Не надо туда, не надо, не надо, не надо. Сюда, 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 сюда. Это был последний вопрос второго раунда. И в вашем бюджете сейчас девятьсот семьдесят шесть тысяч рублей. Но вы должны помнить, что в начале второго раунда были зеленые шары, которые принесли вам деньги. И сейчас стена должна забрать то, что когда-то вам одолжило. Теперь с тех же самых позиций вам придется запустить два красных шара. А это позиции, я напомню, семь и три. До этого момента ваша магия работала. Давайте сейчас проверим ее еще раз. Два по тысяче. Поехали. Плохо, плохо. Миллион двести семьдесят пять тысяч. Это значит, что сейчас на вашем счету ноль рублей. Но все еще возможно изменить. Потому что стена забирает, стена и дает. На наших глазах участники получают и теряют миллион рублей. Что будет дальше, покажет третий раунд. Это «Стена» на телеканале «Россия». Это телеканал «Россия». Шоу «Стена», где хорошие люди могут получать хорошие деньги. Сегодня эту возможность получили Алексей и Ксения Умурбаевы. Ксения сейчас находится в комнате тишины и даже не подозревает, что ее супруг на данный момент успел уже выиграть и проиграть несколько миллионов рублей. Сейчас в игровом бюджете этой семьи ноль рублей. Но расстраиваться не стоит, потому что впереди третий раунд, Алексей. Тем более, что ставки выросли и на стене появилась ячейка стоимостью пять миллионов рублей. И если удача повернется к вам лицом, то в итоге вы можете получить больше 50 миллионов рублей в третьем раунде. И вот как вы можете это сделать. В третьем раунде вас ждут четыре зеленых шара в начале, четыре красных в конце и три белых посередине. В какой цвет окрасятся белые шары зависит от эрудиции Ксении. Начнем мы сразу с увеличения вашего игрового бюджета. В этом нам помогут зеленые шары. Куда отправляем первый шар? Ну поскольку мы находимся на нуле, а я привык играть до конца, за любым падением идет рост. Я думаю, что в этот раз Ксения меня не подведет. Начнем седьмой. Итак, Алексей поставил шар на позицию номер семь. Мы видим ячейку, на которой написано пять миллионов рублей. Пять. Вы готовы? Да. Поехали. Ты должен сюда упасть. Спасибо. Это было близко. Итак, ваш игровой бюджет. Те самые сто рублей, которые вы сейчас выиграли только что. Но у нас впереди еще три зеленых шара. И предлагаю вам отправить второй шар на позицию номер шесть. Шесть. Колдуйте, Алексей. Поехали. Два миллиона рублей. Это не пять, но это очень и очень много. Два миллиона сто рублей. Итак, Алексей возвращается у нас в большую игру. И третий шар на очереди отправляется на позицию номер... Пять. Пять. Этот шар... Я хочу, чтобы этому шару помог мой отец. Его зовут Станислав. У него очень легкая рука. Он наблюдает за нами. Ну что, шар Станислав отправляется на позицию номер пять. Я желаю вам удачи. За вас болеет вся страна. Поехали. Пятерку, пятерку, любимая. Давай, давай, пятерочку. Пятерочку. Давай, давай, милый. Не надо, не надо, не сопротивляйся. АПЛОДИСМЕНТЫ Родник, родник. Скажите это сами, сколько вы только что заработали? Пять миллионов рублей. Впереди есть еще один зеленый шар. И поставим мы его на цифру четыре. Повторить. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, 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 давай. Рядом, рядом. Это было близко. Тысяча рублей. А всего после четырех игровых шаров. У вас семь миллионов. Одна тысяча сто рублей. Это очень большая и красивая сумма. Итак, нас ждут три белых шара, три вопроса, три ответа. Только вот теперь у каждого вопроса будет четыре варианта ответа. Давайте посмотрим первые четыре ответа. А. Отец и сын. Если это из литературы, то Ксения точно должна ответить. Но я думаю, что она знает, это хорошо. Тогда выбирайте позицию для шара. Это будет цифра семь. У вас семь миллионов, и вы рискуете отправить шар на седьмую позицию. Озвучьте нам вопрос. Кем приходились друг к другу инженеры Черепановы, построившие первый российский паровоз? Отец и сын. Родные братья. Дядя и племянник. Двоюродные братья. Это точно не отец и не сын. Сто процентов. И дядя, и племянник не подходят сюда. Вот родные или двоюродные, а не братья. Родные или двоюродные. Судя по прическе родные. Что-то мне подсказывает, что это все-таки были родные братья. Я тоже склоняюсь к Б, дорогая. Давай сделаем Б. Родные братья. Я с тобой. Послушайте, у вас просто какая-то здесь скайп-конференция сегодня. Да. Мы просто знаем, что Ксения ничего не слышит, но это не в вашем случае. Вы каким-то образом общаетесь. Итак, Ксения выбрала вариант Б. А тем временем инженеры Черепановы это были... Отец и сын. Красный шар на седьмой позиции. 7 миллионов 1100 рублей на вашем бюджетном счете. Сейчас все может измениться. Ничего не поменяется. Все будет хорошо. В соточку, дорогой. В соточку, в соточку. В соточку. Вот сюда. Вот сюда. Полтора миллиона. Даш, откуда ж? Полтора миллиона рублей. Мы отнимаем от вашего игрового счета. И на нем остается 5 миллионов 501 тысяча 100 рублей. Но это все еще огромная сумма денег. Давайте соберемся, Алексей. У нас еще два вопроса. И мы хотим, чтобы стена показала нам варианты ответов на второй вопрос. А. Старый друг лучше новых двух. С глаз долой и сердце вон. Не в свои сани не садись. Не было ни гроша, да вдруг алтын. У меня нет мысли по этому поводу, Андрей. Но вам нужно решить, на какую позицию вы разместите шар. Помните, что на кону 5 миллионов 501 тысяча 100 рублей. Еще в начале этой игры у вас не было ни гроша. Да вдруг алтын сейчас, в начале этого раунда. Согласен. Это будет цифра 5. Я предлагаю вам на цифру 5 отправить не один шар, а два. Нет, это будет один шар. Давайте озвучим вопрос. Внимание. Пьесу с таким названием не писал Александр Николаевич Островский. Старый друг лучше новых двух. С глаз долой и сердце вон. Не в свои сани не садись. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Грозу писал. Беспредельно все писал, если не путаю. Давай, милая, ты сможешь. Давай. Опять же, что-то мне подсказывает, что это вариант Д. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Но все на такой на одной волне. Я думаю, что это вариант Д. Все-таки что-то мне подсказывает, что не было ни гроша, да вдруг алтын. Честно, не знаю ни одну из пьес к своему стыду. Но выберу наугад вариант Д. Александр Николаевич Островский никогда не писал пьесу с названием... С глаз долой и сердце вон. Внизу мы видим ячейку 5 миллионов. У вас на счету 5 миллионов 501 тысяча. Я желаю вам удачи. Поехали. Алексей не только умеет общаться с женой. Не только потрясающий отец, но и заклинатель Шарух. 5 миллионов 501 тысяча. Впереди третий вопрос третьего раунда. Покажите нам варианты ответов. А. Лев Лещенко. Б. Валерий Леонтьев. С. Иосиф Кобзон. Д. Александр Графский. Кто из них лучше поет, могу сказать, что это Леонтьев. Кто из них не приезжал на гастроли в город Екатеринбург в 2017 году? Лещенко был совсем недавно, по-моему, на День города. Кобзона мы там давно не видели. Леонтьева тоже. Ну, к Градскому не до этого. Но как вы думаете, Ксения разбирается в советской эстраде? Да, она однозначно разбирается. Я думаю, что этот вопрос будет несложным для нее. Но есть какое-то сомнение. Нужно поставить на пятерку. Я предлагаю же вам утроить ставку и поставить не один шар, а три. Давайте утроим. Итак, у нас есть шанс заработать 15 миллионов рублей. Пришло время увидеть и услышать вопрос. Какой известный певец был преподавателем у Валерии в институте имени Гнесиных? Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Александр Градский. Дорогой, ну вот честное слово, все вопросы нету, да? Лев Лещенко. Ну, скорее всего, это не Лещенко был. Ну уж, тем более не Леонтьев. Что это мне подсказывает, что это либо Кобзон... Либо Градский, да. Либо Градский. Бабушка точно знает ответ на этот вопрос. Вот по-любому знает. Дорогая, на кону три шара. Соберись. Градский Леонтьев. Включил логику. Я считаю, что все-таки это был Александр Градский. Ах, была, не была. Вариант Д. Александр Градский. Стена, скажи. Это правильный ответ? Преподавателем Валерии в институте имени Гнесиных был Иосиф Кобзон. Три шара красного цвета на позиции номер пять. Пять миллионов пятьсот одна тысяча на вашем счету. И сейчас вы можете проиграть все, если опять вы не сможете договориться со стеной. Тысячу. Сто и сто. Дорогая стена, ты должна мне помочь. Но не может так не вести. Поехали. Пятьсот одна тысяча сто рублей. А это значит, что на вашем счету сейчас четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот рублей. Хлопай, хлопай. Вам фантастически везет. Вы могли потерять все. Все три шара могли оказаться в лунке по пять миллионов рублей. Мои нервы, как сказала бы Анна Артова. Да, да. Это телеканал России и это стена. Шоу, где только хорошие люди получают хорошие деньги. Сегодня с нами играет счета у Мурбаевых Алексей, который находится здесь в студии. А вот Ксения находится в комнате тишины. Итак, ваш игровой бюджет. Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот рублей. Я был бы счастлив сказать, что это сумма вашего выигрыша. Но нет. Стена требует равновесия и за четыре зеленых шара в начале мы должны отдать четыре красных в конце. Но сначала у меня для вас и для Ксении есть еще одно предложение. В моих руках капсула. В этой капсуле контракт. Контракт на гарантированную сумму, которую вы заработали в первом раунде. А это, напомню, восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста рублей. К этой сумме я также прибавлю по сто тысяч рублей за каждый правильный ответ Ксении во втором и третьем раунде. Вернее, я бы прибавил, согласно нашим правилам, но таких ответов не было. Значит, общая сумма контракта восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста рублей по-прежнему. Сейчас я отправлю этот контракт Ксении. У нее будет два варианта. Подписать его и получить озвученную мною сумму. Либо разорвать контракт в надежде, что здесь, на стене, вы выиграли гораздо больше. Впрочем, впереди еще четыре красных шара. Сейчас все зависит только от Ксении. И я отправляю контракт в комнату тишины. Итак, контракт отправляется. Мы видим, как Ксения сейчас получает капсулу. Алексей, мы с вами не узнаем, подпишет ли Ксения контракт или разорвет его. Сейчас она не слышит и не видит нас по-прежнему. Но вы можете сказать ей свое желание. Потому что мы поняли, что у вас невероятная ментальная связь. И она чувствует и слышит вас, даже находясь в закрытой комнате. Мне бы не хотелось, чтобы она подписала контракт. Потому что я люблю играть до конца. Я надеюсь, что так и будет. Решение очень сложное. Сумма почти миллион, которая была выиграна в первом раунде, довольно-таки существенная. На эту сумму, ну, как минимум, можно хорошо отдохнуть. Часть суммы можно потратить на решение каких-либо финансовых проблем. Можно, безусловно, помочь, показать благотворительность. И мы это обязательно сделаем. Какая бы сумма ни была нами выиграна. Но сейчас принять решение, кроме того, знаю, что ответы мои были, ну, мягко говоря, подвешенным для меня. Уверенная только в одном ответе, и то на 99 процентов. Ксюша, милая моя, сделай все правильно. Сделай так, как считаешь нужным. И знаю, и не знаю, какое решение мне принять. Итак, капсула с контрактом возвращается в студию. Что в ней, подписанный контракт или разорванный на кусочки, мы не знаем. Мы спросим это у Ксении лично. Но перед этой встречей вы, Алексей, должны закончить вашу игру. Пришло время красных шаров. Они стартуют с тех же позиций, что и зеленые шары в начале раунда. Шар номер один должен стартовать с позиции номер семь. Ну, давай, колобок. Итак, у вас сейчас почти пять миллионов рублей. Сколько останется после падения самой рискованной позиции, мы узнаем прямо сейчас. Поехали. Сто рублей. Сюда. На первый раз повезло. 4 миллиона 999 тысяч 800 рублей. И на очереди красный шар номер два. Его позиция шесть. Колобок, ты молодец. Давай повторим. Я оставляю вас наедине со стеной. Поехали. Давай секунду. Огромные деньги. 4 миллиона 999 тысяч 700 рублей. Каждый раз, когда вы возвращаетесь после общения со стеной, мне кажется, у вас все меньше и меньше энергии. Шар номер пять. Даже не буду вас пытать, чтобы у вас хватило сил дойти до конца игры. Итак, третий шар. Колобок, давай. Отправляется на позицию номер пять. Пожалуйста, еще одну соточку. Потом можно тысячу. Поехали. Миллион рублей мы отнимаем от вашего бюджета. И у вас остается 3 миллиона 999 тысяч 700 рублей. Это по-прежнему очень и очень хорошая сумма. Но впереди последний четвертый шар. Мне кажется, это увлекательнее, чем шоу Дэвида Копперфильда. То, что делает сегодня Алексей. Поехали. 500 тысяч рублей забирает стена, и у вас все равно остается 3 миллиона 499 тысяч 700 рублей. Теперь мы точно знаем сумму, которую вы выиграли у стены. Если контракт разорван, вы получите именно ее. Если подписан, нет. Мне кажется, что пришла пора узнать это из первых уст. Я приглашаю в студию Ксению. С возвращением. Как вы думаете, на сколько вопросов в комнате тишины вы ответили правильно? Андрей, ты сам услышал эти вопросы. Это что-то было нереальное. Я уверена, вот буквально, если честно, в одном вопросе. Расстрою тебя. Ни на один вопрос ты не ответила верно. Я мог бы добавить по 100 тысяч рублей за каждый верный ответ, но я не могу этого сделать. Их не было. Итого, общая сумма контракта, который я тебе прислал, равна сумме вашего выигрыша в первом раунде. Это 851 тысяча 400 рублей. Ты получишь эту сумму вместе с Алексеем, если в капсуле сейчас находится подписанный тобой контракт. Если же ты не подписал его, то вашим выигрышем станет та сумма, которую сумел получить у стены Алексей. Дорогой, сумма, которую мы с тобой вместе выиграли, она довольно-таки немаленькая. Я знаю, что я отвечала неуверенно. Мне далось непросто это решение. Мне было честно, мне было очень сложно в этой комнате. Но я приняла решение. Я считаю, что никакая сумма не смогла бы нашу с тобой любовь, взаимосвязь, взаимовыручку, покрытие. Я разорвала контракт. Ты, любимая, даже не можешь представить, что на самом деле происходило здесь. Я думаю, что я должен взять отпуск. Однозначно. Я оставил здесь столько нервов. Стена сделала свое дело. Она посчитала так, как считает нужным. Я уверен был, что ты примешь правильное решение, какое бы оно ни было. Мне больно это говорить. Больно. Потому что это не та сумма, на которую я рассчитывал и которую я хотел. Мы выиграли с тобой 3,5 миллиона рублей. 3 миллиона 499 тысяч 700 рублей. И Ксения, которая разорвала контракт. Это была фантастическая игра. Невероятная. Идите сюда, обнимите скорее вашу малышку. Перед нами миллионеры из Екатеринбурга, которые достойны этого. Ну что, Ксения и Алексей Умурбаевы. Достойные люди с достойным призом. Ее нельзя разрушить, за ней нельзя спрятаться. Ее можно только обыграть. Стена. Проект на телеканале России, где хорошие люди получают хорошие деньги. Поздравляем Алексея и Ксения. На следующей неделе мы снова будем ее штурмовать. Будьте с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok